здравствуйте друзья солнечный денек уже так ближе к 6 вечера мы едем на тренировку в смысле собаку тренировать и по дороге я хотел вам кое-чего рассказать рассказать что в стране происходит дело в том что несколько раз четыре раза продляли мораторий на выселение людей за неуплату ну сами понимать и это уже довольно давно происходит да вот там практически с марта с марта с марта прошлого года и сейчас такая ситуация что продлить просто так своим президентским указом уже президент не может потому что было решение верховного суда было она в июне месяце то есть совсем недавно и верховном суде там было решение 5 против 4 то есть да с перевесом в один голос сказали что значит тот мораторий который есть не трогать а потому что он все равно через месяц истекал да поэтому тот судья который был пятым вот он консервативный судья проголосовавший за это он сказал что я конечно против но учитывая что там всего месяц остался то я в общем голосую за то чтобы не трогать тот мораторий который есть но новых уже если новый таток конгресс может то есть президент своей властью своими указами больше не может этого делать ну хорошо а таким образом истекает вот это самое мораторию по моему истек там на выходных и говорят что где-то пару миллионов человек окажутся ну я не хочу сказать на улице да но в том смысле что их вы выселят с того места где они живут за неуплату очень большое количество людей у которых долги по квартплате очень-очень большие дополнись визит а дело в том что все-таки поскольку лорд и тоже должны платить свои морги то хотя был вот этот мораторий на выселение но была государственная программа когда тем людям которые не могли платить рент они должны были заполнить специальные бумаги то есть не нужно быть совсем полным идиотом чтобы напомнить там трудно заполнять эти бумаги они должны были заполнить бумаги и им государство платил то есть будет ли выделены средства специально на оплату вот этих вот рент я так понимаю что они не людям должны были деньги дать а прямо лендлордом может быть более того если например этот самый жилец оказывался недееспособным заполнить все эти бумаги то лендлорд вместо него мог заполнить бумаги что он не получает и и оказывается вот срок этого вот моратория он истек 31 июля оказалось что у штатов еще есть довольно много федеральных фондов не израсходованных по этой статье и они в принципе могут это продолжать то есть продолжать выплачивать за людей чтобы их не выселять . давай я уточню раз ты эту тему подняла спасибо тебе значит выделено было 45 миллиардов долларов на компенсацию расходов по жилью для тех людей которые не могут платить то есть фактически должны были быть деньги которые пойдут владельцам жилья в уплату из 45 миллиардов востребовано и из расхода на 5 то есть потому что там сложно на самом деле вот как только в америке сталкиваешься с запрещенной машиной да там они мне такое ощущение специально составляют так эти документы чтобы ничего не выполнять то есть нужен человек который очень хорошо умеет эти документы зайчик я думаю так наша бюрократия она не злонамеренная она просто тупая то есть они делают это не по злонамеренность а по идиотизму своему они просто не могут ничего нормально зря но нормальные люди вот эти вот которые бедные которые все они не в состоянии эти бумаги заполнить светик я понимаю тот аспект который ты хочешь принести к этому делу что деньги есть раз они не востребованы 2 и вот такая проблема с заполнением бумажек я тебе больше скажу отвлекаясь от тем когда говорят что в америке там 600 тысяч бездомных света да ведь надо просто пойти на вэлфер заполнить эту аппликацию если она несложно если ты не можешь сам тебе помогут ее заполнить и тебе у тебя будут деньги на жилье и на еду и на медицину и так далее то есть это же не то что вот людей куда-то выкинули и они должны жить на улице надо просто пойти и заполнить аппликейшен и тебе дадут если в состоянии это сделает да все давай вернемся к давай вернемся к той драме которая разворачивается в жизни байдена что происходит ну администрация говорит мы не можем сами да пусть конгресс это сделает конгресс отказывается это делать мало того не только не только республиканцы отказываются но и многие демократы не хотят этого делать как бы логика такая что работы столько сейчас в стране да что вот идеи работы и тебе хватит и на то и на 10 и на 20 ну какого хрена ситуации когда можно пойти и заработать что мы в этой ситуации должны поддержать кого-то ну что это такое и вот значит короче конгресс не смог этого сделать палата представителей не смогла где маленькая большинство демократов не смогли свои же не помешали тогда да у демократов есть тоже это как бы не не мод не однородная партия не монолитная там тоже есть и чтобы поль поливе эти что поправе это мы с разными взглядами умеренные есть ну и и давление идет со стороны как бы тех которые не умеренные их контингент это люди которые живут больших городах там много бедных и вот как короче они давят добавить это что надо что-то делать байдинге да я бы рад но суд как бы решил не в нашу пользу и завершилось это все сегодня тем что байден но не сам байден а вот этот центр for disease control это государственная организация как департамент можно сказать такой который этим занимается они издали такой указ что ввести но байден выступал сам с этим делом что решение приняли такое что продлить мораторий до 3 октября вот сегодня 3 августа на два месяца или что получается сентября октября продлить мораторий на два месяца в тех местах где очень высокий уровень распространения вируса с тем с тем чтобы как бы предотвратить проблемы с общественным здравоохранением вот в тех местах и байден сказал так что я понимаю что решение такое сомнительно я понимаю что будут ходить по судам и нас там теребенькать что мы не то сделали и так далее так далее и я не знаю что там суды решат но пока это все будет ходить по судам во всяком случае на это время можно будет вот как-то людей не выселять вот в этих вот местах хотя еще раз деньги ты лежат понимаешь идиотизм всей ситуации состоит в том что деньги лежат просто поразительно история моей знакомой давай у ее дочки была квартира конда до на сдачу и какая-то родственница их близко близкая родственница попросила сдать ее квартиру ну естественно родственник вроде как знаешь неудобно отказать там конечно все в порядке у родственницы с головой но этим как потом ну нет это была надежность вот-вот если но вот такой жест доброй воли то она возьмется за ум и будет делать правильные вещи короче говоря квартира была сдана и родственницей перестал то можно найти платеж заплатил перестала платить по-доброму по-доброму да и никакие разговоры с ней не помогали просто не платили все не она к это я не обязана вот мораторий мораторий все грамотно оказалось и не платил ничего но но на самом деле мораторий не освобождал от ответственности он освобождал от выселения там прошло сколько-то месяца они подали в суд на него туда действует же не выселение моратория мораторий и говорят что не катит вообще никак не можете выселить не можете выселить не можете ничего сделать а сама эта девочка она адвокат который не выезжают нет нет которая хозяйка хозяйка и она придумал такой финт ушами так что это же мотайте себе на ус мало того что это родственница там не платила ничего она еще была довольно разумный образ жизни не ассоциация послушайте вот она же нарушает порядок они нарушают раз очень много жалоб а вы оштрафуйте меня оштрафуйте чтобы у меня был штраф написан жесток это нарушение столько-то предупреждение ничего не помогает они с радостью написали ей бумагу что они ее штрафуют она заплатила штраф и уже с этим штрафом она пошла в суд на выделение за то что человек нарушает общественный порядок за то что он не платит ренту а за то что он общественный порядок нарушает и вот за это суд признал что ее нужно выселить но это заняло одной статье нельзя потому что не уплата а по статье да теперь возникает в другой можно это заняло довольно много времени это может быть началось еще в декабре прошлом году она должна и все эти вот она ты должна но с нее получить ничего нельзя когда они зашли в эту квартиру там вот того что она туалетом не пользовался все ходил делал на пол даже то есть вот так бывает да но она наркоманка там все хорошо дальше делала хорошие родственники самая но я помню что государство должно было возвращать причем там можно задним числом конечно помнить эти бумаги можно задним числом жарки же это адвокат может сделать ну как моя знакомая говорит что у нее как бы времени на себя нет мне так много адвокатских других дел она делается для других гормин ты подсуетись потому что я знаю что государство плачет компенсацию причем сто процентов выплачивается занималась . я хочу тебе сказать такую вещь что делать добрые дела я вот сюжет специально снимал некоторое время назад о том что делать добрые дела можно только тогда когда ты готов нести ответственность за то что потом произойдет потому что безнаказанно добрые дела сами понимаете хорошими делами прославиться да да это с одной стороны с другой стороны но они же взрослые люди адвокат там туда-сюда и они что они же не ну как не больные на голову они же видели кого пускали как была надежда даже надежда умирает последний да что все-таки а что им да и и ума я не понял ну хорошо ну так пусть она ты пусть не жалуются то есть они уже всего каранты но вот так вот там иголки кокаин там чё там тут они мало того поскольку ее вы поселяли с полиции пришла печатала она оставила полный дом говна из своих вещей так теперь она еще может их судить за то что там вещи не может судить но она ночью залезла туда через балкон уже после выселения за вещами зашла . мы имеем дело с криминальным элементом друзья задумайтесь о том что какие хорошие у вас родственники в общем то они вам на полу ничего не нагадили они иголки из-под наркотиков у вас в доме не оставляли они к вам квартиру не залезали по ночам вот надо надо уметь ценить то казалось бы мало и казалось бы невидимое но на самом деле дорогого стоит друзья так что вот мы со светланой на этой высокой и позитивной ноте с вами прощаемся а байдену конечно не сладко но ведь как получается быть при власти это же не обязательно только медали получать это надо разгребать какашки которые там набегают из разных мест счастливы друзья я